Всем привет, друзья! Вот и год подошел к концу. На носу новый 2018. Давайте забудем все старые обиды и невзгоды. Войдем в новый год с чистой совестью и проведем его как можно лучше. Реализуем все свои задуманные планы, превратим свою мечту в реальность и преодолеем все жизненные трудности. Главное двигаться вперед и не шагу назад. Пусть новый год принесет вам океан положительных эмоций, горы денег и море удачи. Желаю внутренней гармонии, душевного спокойствия, чистой светлой взаимной любви. Всегда сохраняйте оптимизм и силу духа. А если вдруг на жизненном пути возникнут трудности, пусть рядом с вами всегда будут самые близкие преданные люди, готовые поддержать и помочь. В плане ютуба 2017 год выдался весьма продуктивным. Совместными усилиями мы набрали практически 10 тысяч подписчиков. Осталось тюточку дотянуть. Может эта цифра для кого-то и покажется маленькой, но только не для меня. Я очень старался делать для вас интересный контент. Всегда переживал за свои видео. В голову лезли нехорошие мысли. Сотню раз переделывал и перепросматривал свои видеоматериалы. Даже нелепые мелкие косячки, которые зритель не заметит, я не ленился и исправлял. Для меня очень важно мнение аудитории. Ведь только вы, друзья, мотивируете меня двигаться вперед и монтировать новые ролики. Я очень уважаю и ценю своих подписчиков. Не устану повторять, что у меня самая лучшая аудитория, которая адекватно оценивает мое творчество. Если мы будем продолжать с вами в том же духе, то добьемся больших результатов и выйдем на более высокий уровень. Вернемся к Новому году. Напишите в комментариях, где собираетесь провести Новый год и какой ждете подарок от близких людей. Для меня Новый год считается очень большим событием. Это был единственный в детстве праздник, когда родители разрешали мне не спать всю ночь. Полная свобода действий, так сказать. Меня всегда спрашивали, Леша, что ты хочешь получить на Новый год от Деда Мороза? У меня на уме были одни машинки. Я собирал коллекцию моделек различных автомобилей. Они были металлическими и довольно прочными. Их было сложно поломать. Я всегда хотел собрать огромное количество подобных машинок. И на Новый год родители мне дарили целые наборы такого счастья. Я знал, что Деда Мороза не существует и это всего лишь сказки. Но родители хотели, чтобы я верил в него и делали вид, что он действительно прилетал на санях и передавал для меня подарки через окно. Они даже умудрялись имитировать, что принимают подарки от Деда Мороза и открывали окошко. Конечно же я делал вид, что во все верю и не хотел никого расстраивать. И конечно же сладкие подарки, которые лежали под елочкой и ждали, пока я их открою. В подарках было очень много киндер сюрпризов. Я обожал молочный шоколад. Он был гораздо вкуснее, чем сейчас. Но самое главное, лежало внутри пластмассового оранжевого яичка. Это конечно же игрушка. И да, я их тоже коллекционировал. В то время игрушки были очень качественные. У меня была целая коллекция крокодильчиков, бегемотиков, пингвинчиков, лягушат, окулят и многих других персонажей. Игрушки были выполнены из материала, больше похожие на керамику. Я всегда ждал, когда часы пробьют 12 и мы сядем за стол, чтобы насладиться праздничной атмосферой, вкусной едой и просмотром новогодних телепередач. Это праздник детства, который приносит только теплые и радостные воспоминания. Вот все меня спрашивают, у тебя есть предпраздничное настроение? Теперь я смело могу сказать, что да, есть. Благодаря созданию этого ролика, я его с лихвой получил и вспомнил свое счастливое детство. Следующее видео, друзья, выйдет уже в 2018 году. Мы сейчас немножечко отдохнем, наберемся свежих сил и я буду дальше продолжать вас радовать новым контентом. Еще раз всем огромное спасибо за вашу активность на канале, за лайки и положительные комментарии. Пусть в новом году исполнятся все ваши желания и воплотятся в реальность. С вами был Малахит. Удачи вам и хорошего настроения. С новым 2018 годом. Не болейте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok